Всем привет, вы на канале Control Tech, меня зовут Артём и сегодня это будет, наверное, одно из самых больших видео на нашем канале, поэтому присаживайтесь поудобнее, берите чайок-кофеек, согревайтесь, а мы начинаем. В этом видео я вам расскажу об одной из самых хайповых клавиатур на рынке, а именно о Keychron K3, которой я пользуюсь вот уже несколько месяцев. У меня сложилось определенное мнение о ней своими плюсами и минусами, которые я вам сейчас и поведаю. Начать я хочу с того, что в этом видео не будет отдельной части с распаковкой и обзором комплекта, так как я снимал отдельное видео, посмотреть вы его можете по ссылочке в описании или по подсказке, но у меня для вас есть бонус, а именно тестирование всех свечей, доступных на территории Украины, поэтому обязательно поддержите это видео лайком и своим комментарием. Поехали! Начну с самого главного, с позиционирования, потому что в сети много хейтеров Keychron K3, которые ее просто никогда не пробовали и не попробуют, но конечно же они будут безосновательно ее хейтить. Во-первых, клавиатура отлично подойдет тем, кто, как и я, большую часть своей жизни использовал ноутбуки с низкопрофильными клавиатурами. Во-вторых, это 75%, поэтому вариант удобный в меру, подходит для небольших столов и юзеров, которым не нужен нампад. Многие знакомые программисты выбирают себе именно K3 или K2 именно из-за формата. Третий ее плюс и преимущество – сдержанный и лаконичный дизайн. Все выглядит чинно благородно и отличается от классичных геймерских клавиатур. Конечно же, есть и RGB-версия, но у меня Solo White, поэтому я, честно говоря, не в курсе, как там обстоят дела. Меня такая версия устраивает более чем. Как понятно из вышесказанного, K3 – это не идеальный вариант для геймеров или же для любителей пестрых элементов на столе. Им бы я советовал присмотреться к тем же самым FL Esports или же Dark Project, которые, кстати, недавно пришли на рынок Украины. И теперь не нужно ждать несколько месяцев, пока она придется Алиэкспресс. И, как вариант, конечно же, у нас есть Razer, обзор на который уже есть на канале. И, кстати, можете посмотреть, там же есть розыгрыш, поэтому есть большой шанс выиграть себе бесплатную клавиатуру. Стоит сразу же упомянуть о его цене. Свою версию я брал всего за 2000 гривен или 75 долларов во время скидок. А вот сейчас, если посмотреть на ней каталог, то цена стартует от 2423 гривен и доходит до 4169 гривен. Привлекательная цена в местном магазине моё, именно там я и заказывал свою. Но вы можете отсортировать магазины по ценам и по рейтингу. И если мы попробуем подобрать конкурентов, а это диапазон цен от 2 до 4000 гривен, комплектация, просто клавиатура, тип, компактные и ультракомпактные, и направления неигровые. И тут у нас всего 6 конкурентов, а именно Microsoft Designer, Apple Magic Keyboard, Logitech MX Keys Mini, которую я очень сильно жду, и самая оригинальная Lenovo ThinkPad Compact Keyboard with TrackPoint. Не густо. И раз уж речь зашла о внешнем виде, то давайте разберёмся, что хорошего в K3D3 снаружи. Основа клавиатуры это алюминий плюс пластик. В отличие от предыдущей версии, появились выдвижные двухэтажные ножки, которые пусть и не суперширокие, но со своими обязанностями справляются. Клавиатура цепко стоит на любых поверхностях, а угол наклона меняется между 6 и 9 градусами. Keychron Key3 это скелетон, поэтому между клавишами то и дело попадает пыль и мелкая грязь, но в данном случае это можно сказать и плюс, потому что у неё нет бортов, которые помогают этой грязи задержаться надолго. Из минусов можно отметить прочность такой конструкции. Тест на скручивание клава проходит, так сказать, с треском, но тут стоит учитывать очень важный момент. Если вы берёте клаву сугубо для дома или офиса и не планируете с ней путешествовать, то и обращать внимание на этот фактор точно не стоит. Я же для более надёжной транспортировки докупил себе вот такой вот хипстерский чехол. Кто-то ещё говорит слово хипстерский вообще? Получается, да. В общем, чехол как чехол, за время тестов он ездил со мной везде, вроде бы всё гуд, ничего не затёрлось, но хотелось бы застёжку поплотнее и попроще что ли. Кстати о безопасности. В комплекте с клавиатурой есть вот такая вот приблуда, которую я как примерный рационалист использую в случае, когда клавиатура остаётся без дела, чтобы она не пылилась. Также минусом дизайна можно отметить расположение F-клавиш. Они начинаются над клавишей 1, тогда как в классическом исполнении ряд стартует над двойкой. Но этот минус вызван компактным форматом. В остальном всё более чем отлично. Удивило, что алюминий даже после 10-й замены свечей не поцарапался, но об этом немного позже. Кикапы из АБС-пластика, ничего сверхъестественного в плане качества в них нет. Уверен, что со временем они отполируются, но набор новых у официалов стоит 20 баксов, что совсем немного. Скажу по секрету, ранее на сайте был вот такой вот список капов от сторонних производителей, поэтому можно купить их или же порыться на Алиэкспресс и поискать что-то интересное на череподобный стемп. Стоит также отметить форму капов. Она действительно удобная из-за углубления к центру. Печатать на ней одно удовольствие. В этом можете не сомневаться, я напечатал уже не один десяток сценариев и всё ещё доволен. Можно сказать, что она даже интереснее клавиатуры в ноутбуках от Lenovo или же клавиатуры от Logitech под названием MX Keys. Раскладка NSI, есть 12 мультимедиа клавиш наподобие маковских, а вишенка на торте это отдельная клавиша, которая регулирует тип подсветки. С её помощью можно выбрать один из 17 типов свечения, но как по мне самый топовый это когда клавиша подсвечивается во время нажатия. Вариантов интенсивности свечения всего 4, хотелось бы больше. Со свечами тут немного сложнее, ибо в зависимости от версии они будут отличаться. Если берёте вариант без hotswap, то получаете low profile Gateron. А если любите эксперименты, то для вас есть hotswap версия и фирменные низкопрофильные Kihron свечи. У меня, как вы уже поняли, hotswap версия, поэтому давайте сначала заглянем внутрь. Тут по сути ничего интересного, и впоследствии я планирую поставить в неё прослойку между платой и топ-плейтом сугубо для теста. Но это уже совсем другая история. А теперь самая долгая и самая трудозатратная часть этого видео, на которое пришлось потратить немало времени и гигабайт нашей памяти. Но это тайпинг на всех 6 типов свечей, которые я записал специально для вас без лишних слов. И вся информация будет графикой. Поехали. 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 Каждый раз я буду вставлять по одному ряду свечей, чтобы в итоге мы могли сравнить все типы свечей, так сказать, за один раз А теперь поехали снимать капы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А теперь самая важная и самая интересная часть этого обзора сравнение всех видов свечей Если вы помните, то первый ряд у нас были коричневые, второй ряд красные, третий ряд белые, четвертый ряд черные, пятый ряд голубые и шестой ряд оранжевые Слушаем, выбираем Субтитры сделал DimaTorzok У меня получился монстр франкенштейна Для клавиш с буквами я ставил браун, а для клавиш типа пробел, эфки, стрелки и тому подобное поставил кликающий оранж Вариант, конечно, на любителя, но как раз именно в этом и есть кайф хотсвапа Подключение осуществляется двумя способами Через кабель USB-C и по Bluetooth Если с кабелем все просто и понятно, то у Bluetooth есть особенности Прежде всего для сопряжения применяются клавиши Fn1, Fn2 и Fn3, что логично Каждая комбинация для конкретного устройства, но сам процесс подключения меня расстроил Даже после того, как вы подключите свой ноут или планшет к клавиатуре в случае ухода в сон, а происходит это после 10 минут бездействия Клавиатура заново подключается и происходит это около 50 секунд, что вообще не найс Вроде бы мелочь, но это раздражает, особенно когда нужно быстро ввести пароль или кому-то ответить А по заявлениям производителя здесь модуль Bluetooth версии 5.1 На оффоруме я нашел решение проблемы, но оно сильно бьет по автономности Внутри установлено кум на 1550 мАч, чего по заявлениям производителя хватает на 34 часа активной работы В моей практике цифры эти подтверждаются, но чаще всего я работаю с выключенной подсветкой Бывало, что я работал за ней около 40 часов, но по факту я только один раз высадил ее полностью В повседневности же можно подзарядить ее буквально от всего чего угодно, берешь с собой пауэрбанк и никаких проблем Что не понравилось, так это отображение заряда батареи Если у вас RGB версия, то тут все просто Fn plus B и зеленый это good, синий от 30 до 70%, а мигает значит пора на провод С однотонной подсветкой все немного сложнее, когда полностью белая от 100 до 70%, когда первая строка не горит от 70 до 30%, ну а когда не горит две строки меньше 30% Но тут есть одно большое но Когда вы включаете это сокращение клавиш, то под нормальным углом нижний ряд светит на верхний и создается впечатление, что она всегда полностью заряжена Нужно еще отметить и тот момент, что я брал дополнительный аксессуар, это подставка для запястья из дерева Очень классная и приятная штука, тактильные ощущения офигенные, но какого-то серьезного преимущества от нее нет Было бы интереснее, если бы она была чуточку выше и мягче, но в плане дизайна и тактильных ощущений это топ Как итог, Keychron Key 3 это отличный вариант для любителей низкопрофильных клавиатур Она не идеальна как минимум из-за капов и момента с подключением, но за 70$ найти вменяемую механику или оптику на низком профиле очень-очень сложно Я вот вспоминаю только... как она правильно называется? NewFi Air 75 Стоимость которой начинается по-моему от 103$ Тут должна быть подсказка А еще стоимость самой клавиатуры плюс доставка и плюс напивок, как обычно А это уже в Украине и в России, не нужно переплачивать за доставку, не нужно переплачивать налоги В общем, я ее брал из-за любви к низкому профилю, из-за характеристик, которые она предоставляет Ну а вам, как всегда, решать самим Но! Буквально через месяц, я уверен, появится еще десяток крутых низкопрофильных оптических и механических клавиатур Который мы обязательно будем брать на обзор, поэтому обязательно подписывайся на канал, ставь лайк этому видео И не забывай писать комментарии, потому что это очень важно для продвижения С тобой был Артем и канал ControlTech До встречи в следующем видео, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok